Привет, дорогие друзья! В Харьковской области, в Дергачах, произошло нападение на наших активистов, на нашу палатку. И вот эта вот тучная женщина, это Зайцева Галина. Она утверждает, что надо валить из ее города и поддержкой ее также с матами произошло нападение. Вот так вот оно произошло, моментально. Женщина с матами, как вы видите, разрушает палатку, мир настоящую, а ее коллеги нападают на наших активистов. Не надо мне угрожать! Не надо мне угрожать! На хуй отсюда, блять! Полицию вызывайте, люди! Вот полиция! Где полиция? Вот полиция стоит! А, фишка в том, что полиция стояла при всем при этом в 20 метрах от места происшествия. А что она там делала? Стояла. Что стоишь здесь? Ты же не бей, ты же не бей! Ты же не бей! Ты же не бей! Иди, а ну ты бей! Иди, разбирай! Иди, бью! Сошел на холодильник! Что ты стоишь? Посмотрите, что они сделали! Что они сделали? Потому что марш из нашего города! Женщина взяла, полила газовым баллончиком! Полиция подошла и начала стоять уже в другом месте, то есть здесь. Ну что, что делала полиция? Полиция ходила, взад-вперед, стояла, ничего не делала. Вот эти вот напавшие, они не убежали. То есть не произошло нападение и, знаете, и отход моментальный, как это обычно делается. Нет. Они остались на месте, полиция их не задерживала. Давай сначала, на три сорока! Эй, забароним ты! Почему ты? Я разговариваю. Потому что, на пищеварный забаронят в бою вору! Иди, мои улыбки! А все... Хочешь! А что я с тобой? Хочешь разговаривать? Давай! Разговаривать! Где вы стояли? Не видели, да... Собирайте! 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 Иди, по-людски! Давайте! Собирайте! Собирайте! Забирайте! преступники как вы видите стоят уже в метре от стражей правопорядка которые существуют за ваши налоги ничего не происходит причем что там смешались люди кони потому что вот эти вот стадо гиббонов они начали кричать россияны заброняло мою мол вынесете русский мир ну то есть вы поняли да как обычно я не думаю с ними вообще следует говорить женщина их пытается достучаться говорит вам стыдно должно быть то есть они говорят это же не европа это украина это мы видим что это украина по грязи я вот вижу там дело в том что по колено грязи вы понимаете там все какое-то не очень а когда вы узнаете кто это нападал то вы просто прозреете вот судя по антуражу вот этому все если понимать что как там вообще жизнь там протекает в дергачах да и кто это нападал вы знаете вы сейчас имеете полное право задерживать потому что и существа факту существовало преступление по факту есть записи на которых видны все лиц есть и вы за хулиганство уже можете люди будем устанавливать сейчас будем переписать все поправка собирать материалки пожалуйста уже сейчас вы сейчас просто стоите ничего не делаете вас слушаю я готов за все кто-то говорил заявление хочет написать я хочу написать заявление вы будете писать заявление я буду писать заявление и ты тоже да сейчас будем снимать так смотрите вы показали видео только что да такая люди задержаны конечно же пошли мы пришли полицейские заниматься я не вижу задержание что в вашем понятии задержать это поставить под охрану чтобы люди эти никуда не ушли потому что женщина которая вам показал уже где куда то ушла а уже дает показания где-то а где-то покажите пожалуйста где она сейчас дает показать пальцем показать или лично отвести дает показания ну прикололся типа давайте посмотрим как она дает показания как свидетельница что я подопадал находилась на привокзальной площади брали как хотите мне я шестьдесят третий человек снимая шестьдесят эту свиноматку не задержали нет ее просит рассказать что она видела а она стоит вот с неким гражданином я потом расскажу подробно обо всех кто этот гражданин да и он не рассказывает уйти под шестьдесят третью статью то есть отказаться отдачи любых показаний понятно тут все тогда вы сами пишите согласно статье молодой человек можно размачивать эту другу так хотите сделайте что угодно давайте поговорим давайте я хочу пока позаписывать что вы просто те же если вы знаете есть сейчас спрошу петру там же не вас останет заниматься но как вы видите свинью никто не задержал никто никого на месте вообще не задержал правоохранители никоим образом не предотвращали это преступление а после совершения он его никого не задержали если бы не началось движение мощное движение из другой вообще стороны да то ничего бы не было вообще и очередной конечно же истеричный боец сколько мы их уже видели вот таких вот на на видео пришел очередной командир командир вы не удивляйте что вот они в камуфляже некоторые ходят потому что вы же поймите что где в дергачах харьковской области слишком много снайперов вражеских ему надо укрываться по местности нету старше хорошо хорошо кто и поедет да нет вы полетали я отправляю одинаковые полюшки забирайтесь уезжайте а мы очень просто что вы нам сделаете хорошо делать это не угроза это попереджение да не надо на что попереджить полюшки попереджить смотрите смотрите вас три человека пришло рассказывать 10 как нам раздавать людям я бы на месте активиста был аккуратнее потому что судя по вот этому в камуфляже он может их просто заспиртовать наказание а вот дальше происходит уже совершенно не смешное обратите внимание женщина вот это вот галина зайцева она забрызгивает дихлофосом ядом каким-то печеньки которые там чайок до который там людям просто раздается то есть это же не это не продается ходят люди им дарят нормальное настроение несмотря на антураж смотрите что она делает нас берут эти газеты и говорят спасибо вы понимаете в чем разница у вас есть четкая программа что вы делаете женщина вот из моего города что вы делаете вы чужой индийской пошли вон отсюда вас эй эй ребята ребята что случилось что случилось где мы с дельгачей мы не хотим живой здесь выезжайте вы что продолжаете все полицию вызывайте полиция стоит двадцати метрах ну если что не просто если бы вышло уже какое-то специальное распоряжение что вы можете любыми способами охранять самих себя к примеру то мы бы приняли на вооружение просто дело в том что если бы вот этих вот полу полу покер со разогнали бы со своей стороны да то я думаю потом полиция начала бы преследовать за нанесение там тяжких телесных примеру и так далее надо уже как-то определяться я не вижу кто носит это тот предатель предательница заявление как-то писать или что поговорить хотел да мы с тобой тоже поговорим обязательно поговорим дело в том что это депутат начинаю уже раскрывать карты это депутат районный а вот это парень который видел что делают те вот беспредельщики выскочил и начал помогать нашим ребятам рискуя так же получить я знаю нашу милицию не хочу я в этом городе живу я вас боюсь просто извините но я вас всех боюсь вот и плянусь просто я не из милиции это уже было я не знаю кто у это уже было я просто кофе брал я когда увидел все это и смотрю что милиция вот так вот отвернулись делать вид вообще это какой-то ну я не знаю там ну проявилось да я вообще я даже не понял как я выбежал я просто дремя хотелось это остановить это честно я шут от работы нашей милиции я просто шут Полиция выпустила релиз. Итак, полицейские установили обстоятельства хулиганских действий во время проведения агитационной акции в городе Дергачи. Установлено, что во время акции подошли, начали словесную перепалку. Потом завалили палатку, разбросали продукцию. Тут не все указано, потому что одного парня они избили, приехала скорая. Так, по факту заведено производство 296, часть 2. Предполагается, что до 4 лет. Мы будем настаивать на переквалификации, потому что это слишком мягкое. Мы считаем, это мягкая часть статьи 296. Смотрите, давайте начинаем рассказывать о фигурантах. Зайцева Галина Павловна. Вот это вот оно. Вот это вот Зайцева Галина Павловна. Петрыму это на Уляну Супрун. То есть у них на стенах все как всегда. Почему я голосовала за Порошенко? Почему я буду голосовать за Порошенко? И так далее. Вы не столкнетесь там на стенах ни с чем вообще в соцсетях, в их жизнях. Вы не столкнетесь ни с чем удивительным. Вот. Она имеет какое-то отношение к самопомощи. Напомню, что такое самопомощь. Самопомощь та самая партия, которая когда-то феерично прошла в Верховную Раду. И у которой сейчас на выборах оказалась поддержка 0-0-0 в каких-то в рамках статистической погрешности. То есть все. Самопомощи просто нет. Это те люди, которые полностью уничтожили доверие к себе. Идут и нападают на другую политсилу. Крайне интересно, правда? А еще и крайне интересно то, что у нее на стене мой голос за Виктор Кисель. Кто такой Виктор Кисель? Кисель, Виктор Васильевич. Родился, ну понятно, в селе в каком-то, в Губаревке. Тут ничего необычного нет. А вот здесь вот есть председатель, член политической партии объединения самопомощь. Председатель Харьковской районной организации политической партии объединения самопомощь. Депутат Харьковского областного совета. Переходим на стену к самому этому Киселью. Может быть это просто он не имеет к этому отношения. Какое это отношение имеет? Потому что он сообщает, что, друзья, всем спасибо, Дергачевские патриоты уже дома. Но не расслабляемся, дело не закрыто. Брат за брата, свой за своего. Дело не закрыто, оно должно быть закрыто. Вот нападение произошло, а почему-то дело должно быть закрыто. Знаете почему? Потому что они так привыкли. Кто это такой вообще? Что это за чудо такое? Он действительно от объединения самопомощь. Вот Виктор Кисель там что-то рассказывает. Вот он фотографируется с главой самопомощи, который тоже уже ушел в тину. И о нем уже никто не вспоминает. Сейчас переназовутся, наверное, как-то опять попрутся в Верховную Раду. А потом на выборах в парламент, он, понимая, что у самопомощи нет поддержки вообще, что они все, их нету просто, не существует. Он быстро переформатировался и решил пройти в парламент от социально близких, от партии «Голос». Вот уже о чём у Виктора Кисель, наш депутат. И поэтому вот эти вот все его шестерки говорят там «Мой голос за это самое» и в цветах «Голоса». Вы понимаете, партия «Голос». Он не прошел, конечно же. Вот, смотрите, вся компуха. Компуха, и среди них мы видим нападавших. А кто здесь у нас? Андрей Зайцев. Андрей Зайцев, по нашей информации, является депутатом, сейчас я чётко назову, Зайцев, депутат Дергачёвского районного совета от партии «Самопомощь», также от партии «Самопомощь». Вот он также призывает на своей стене за Виктора Киселя, партия «Голос». У него точно так же Порошенко на стене, всё ничего необычного. Олег Юрьевич Зайцев, то Андрей Олегович, а это Олег Юрьевич Зайцев, ещё один из нападавших. Это папа того, кто нападал. И муж, муж вон той вот толстой. Это семейный подряд у них, вы поняли? И здесь тоже он призывает за Виктора Киселя. Следующий нападавший, Василий Бобраков, конечно же, он призывает за Виктора Киселя. Следующий, чахоточный, он там всё кричал, что-то петухи, петухи. Я не знаю, судя по нему, когда ему это близко, я не понимаю. Возможно, прошёл всё-таки суровые факультеты. Мы не проверяли, просто времени не было и неинтересно. И что-то с петухами у него связано нехорошее. Вот это вот оно тоже. Он безработный, вот это чахоточное. Далее, Константин Поддубный. Это тот самый, который там советовал, там советы давал, там что-то наезжал, ты хочешь поговорить. Это также депутат Поддубный. Очень зарегистрированный в Деркачах. Депутат Деркачевского районного совета. От партии «Самопомощь». Ну, конечно же, у него на стене мой голос за Виктора Киселя. То есть, вот это вот всё. Шестёрки вот этого непонятного вообще Киселя какого-то. Из Харьковского облсовета. Который посылает их для того, чтобы они нападали на кого? На тех, кто, конечно же, в Харьковской области возьмёт огромное количество голосов. И они это понимают, прекрасно понимают. Таким образом, давайте вдумаемся просто. Вот эти вот, вместо того, чтобы наладить жизнь там в Деркачах, вообще в Харьковской области, чтобы никому и в голову не пришло голосовать за партию Шария. Ну вот они же, они наладили жизнь, правильно? У них было много лет. И они, в принципе, могли сделать так, чтобы там не было поколено в грязи. Я говорил вам, что там антураж прекрасный. Чтобы там школы были офигенные. Чтобы там были культурные заведения, куда можно людям ходить. Чтобы там были дороги, чтобы там было всё. Если бы они это сделали, то никому бы в голову не пришло голосовать за какую-то новую партию, партию Шария. Да зачем это надо? Они этого не сделали, они ничего не могут сделать. Вообще, они рукожопые. При этом, когда они увидят конкурентов, им в голову не приходит как-то по-другому с ними, с этими конкурентами сражаться, как только пойти и напасть на них и начать запугивать. Вы понимаете, в чём фишка? Я считаю, что самым главным, что они могут делать, это то, как она забрызгивала эти печеньки. Вы понимаете, в чём фишка? Давайте ещё раз зачитаю. Бобраков, Дергачёвский район, неработающий. Следующий, Поддубный, депутат самопомощи. Следующий, Зайцев, депутат самопомощи. Следующий, Бойко, неработающий. Зайцева, неработающая. Алексеенко, неработающий. Из шести нападавших, четверо неработающих, двое депутатов. Это всё прекрасно просто, я не знаю. Они ничего сделать не могут. Они могут только уничтожать, как долбанная саранча. Но если вы ничего не можете сделать, то отойдите в сторону, уйдите просто, свалите. Вас никто не хочет, свалите. Вот что они могут. Чёткая программа, что он делает, женщина. То есть они могут прийти и просто насрать. Дихлофосом забрызгать печенье, которое раздавалось просто людям. И дарилось им хорошее настроение. Чай забрызгать, дихлофосом. Они могут только уничтожать. Поймите, это главное. Это объединяет их всех. Они умеют только уничтожать, угрожать. И за столько лет они не сделали ничего. И, конечно же, не сделают. Но очень сильно боятся тех, кто может сделать. Наказание их ждёт. Каждого. Пока.